У вас есть жанр, в котором ваша задача сейчас будет придумать. У вас будет 10 минут на то, чтобы создать сказку в этом жанре. Сколько себя помню, с детства я увлекалась либо музыкой, либо танцами, либо сочиняла что-то. В один определенный момент я поняла, что именно театр соединяет все творчество в себе, как в единую какую-то композицию. Потому что там есть и музыка, там есть и текст, там есть и эмоции, и движения. И вот ориентировочно с 7 класса в моей жизни появился театр. И тогда все завертелось, закрутилось вокруг именно творчества, вокруг именно создания, участия в спектаклях и создания спектаклей. Хотя к режиссуре именно я пришла уже позже. Начинала я непосредственно как актер, как актриса, которая... Страта были мелкие китароли в студии, потом это все переросло в большее и большее увлечение. И я поступила в университет Карпенко-Карова. И когда я начала процесс обучения, я столкнулась и со сложностями, и в то же время с огромным ростом себя, не только как режиссера, не только как актрисы, а как и человека. Занятия начались еще с 2007 года, когда появилась идея создать сам театр 23. На тот момент все режиссеры, с которыми я работала в Чернигове, они уехали из нашего прекрасного города. И я решила, что нужно создавать что-то свое для того, чтобы не утерять творчество и дать возможность, кроме этого, еще и другим людям творить и создавать. Таким образом вокруг меня собрались люди, которым это тоже было интересно. Своего рода театральная творческая инициатива. И мы начали делать небольшие постановки так, как мы умели на тот момент. И учиться друг у друга, приглашать интересных тренеров, которые могли бы нам давать больше и больше информации о актерском мастерстве, о режиссуре и так далее. Наш театр 23 – это огромная семья, которая уже существует и разбросана по всему миру. У нас ребята живут в разных странах на сегодняшний момент. И каждый из них вспоминает, что им именно дал театр. Для кого-то театр открыл дорогу именно в творческой сфере, в виде актерства, либо режиссуры. А для кого-то помог определить, что он хочет делать в жизни и как двигаться дальше. Если не будет нас, наверное, в мире станет меньше добра, тепла и чего-то искреннего и праздничного. Потому что театр – это есть создание праздника, создание чего-то нового и интересного.